Есть такие фильмы, посмотрев, которые я понимаю, что у них нет какого-то супер скрытого смысла, но порой такими фильмами хочется поделиться с вами. И я вот сейчас сделаю один такой отзорчик, он будет кратенький, который вы сейчас посмотрите. Я пока пойду погуляю, включу он был на экране, вы смотрите, а потом обязательно пишите в комментариях, как он был, хорошо? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Если вы не знакомы с Андреей Арнольд, то это британская постановщица, картин «Красная дорога» и «Аквариум», где лично я впервые заметил Майкла Фассбендера. Она является мастером, который очень тонко отражает в своих лентах социальные проблемы общества, не скатываясь при этом в чернуху, а скорее наоборот, наполняя их какой-то надеждой и теплотой. Не стал исключением и фильм «Американская милашка», который Андреа хотела снять с неизвестными актерами, поэтому присматривалась к подросткам прямо на улице, там же проводила и пробу. Она заметила Сашу Лэй на пляже во время ее весенних каникул. Позднее Саша рассказывала, что таким образом часто присматривают актеров для порнографии. Она волновалась, но доверилась Андреа и не прогадала. После проб она получила главную роль в фильме. Остальная часть актеров была найдена на автостоянках, строительных площадках, улицах и государственных ярмарках. Известными широкой публике лицами в этом фильме являлись только Шайла Бафф и Райли Кио. От всего этого фильм только выиграл в реалистичности, а дополнили атмосферу натурализма съемки без искусственного освещения и саундтрек в виде звуков дорог, птиц и песен, играющих в машинах и на радио, меняющихся от жесткой рыбчины до приятных кантри-мотивов. Все это очень сильно задает тон происходящему на экране. Название фильма, как мы понимаем из слов одной из главных героинь, отсылает нас к песне Lady Antebellum, American Honey, в которой поется про девушку, выросшую в глубинке, и отправившуюся покорять сумасшедший темп большого города, на душа которой тоскуют по дому. Если в двух словах, то это и есть сюжет фильма. Главная героиня Стар живет с братом, сестрой и бухающим, то ли отцом, то ли отчимом, который постоянно домогается ее. Эта троица брошена на произвол судьбы, собирая еду в помойках и живя в полуразваленном гниющем домишке. Случайная встреча с компанией маргинальных камееважеров дает ей возможность вырваться из этого замкнутого круга и узнать, каков мир за пределами ее родных мест. Лидером банды Таргашей являются властная сексоголичка Кристова в исполнении Райли Кио и харизматичный Джейк в лицедействии Шайла Баффа. Несмотря на то, что эта банда напоминает хиппи, разъезжающий фургоник, они имеют свои порядки и дисциплину. Например, они проходят стажировку, заключают что-то типа договора, и у них есть планерки. Команду сколотили не очень яркую, а чувака, который не выпускает шанс побмахать перед всеми своим членом, до лунотички, рассуждающей о спайсовых шахтах на планете Кэссейн. О истории каждого мы узнаем через диалоги персонажей друг с другом. По своей сути это род муви, где главные герои дурят, курят травку, бухают, занимаются сексом, периодически впаривают в журнальчики и верят в светлое будущее. Самое главное, что есть в фильме, это дух свободы. Глядя на этих ребят, понимая, что они находятся в поисках себя, своего места в этом мире, пытаются вырваться из нищеты, пробуют, рискуют, ошибаются, узнают, что такое первая любовь и горечь разочарования. Они самостоятельно знакомятся со всем спектром жизненных событий, они получают все на красивом блюдечке. Кино длится практически 3 часа и многих это может оттолкнуть, но для меня они пролетели на одном дыхании. Потому что это один из тех фильмов, где суть кроется в деталях. Например, в начале главгерения говорит, А потом мы узнаем, что педофил в фильме реально есть. И это то ли отец, то ли очень стар. Или вот такой момент, где у Шая, кажется, безобидно падает телефон, который он таскает. А потом видим этот телефон в заднем кармане Кристал. То есть уже тут показано, насколько Джейк зависим от нее. Что, короче, все примитивизм, дополняются интересными мелочами. Мне очень приглянулись в фильме аллегории с животным миром. Кристал в начале говорит, что она как и старая американская милашка. Так ты южанка, а американская милашка, как и я. Американ Хани. Слово Хани можно перевести как мед. Собственно поэтому Кристал можно воспринимать как пчеломатку, которая выводит всех этих маленьких пчелок, любит спариваться с несколькими партнерами сразу и выбирает себе самца сама. Которым тут является главный герой в лице Шая. Волк по своей сути, типичный хищник, добывающий пищу активным поиском и преследованием жертв. Именно потому, что они вписываются в это пчелинное братство, он хочет уйти. Так как пчеломатка имеет свой срок годности и ее всегда сменяет другая, то Кристал стала ощущать конкуренцию в лице добродушной Стар, которая тут является одной из пчелок. Как сказал один умный человек, если на земле исчезнут пчелы, то через 4 года исчезнет и человек. Не будет пчел, не будет опыления. Не будет растений, не будет животных. Не будет человека. И по ходу фильма видно, насколько привязана к природе Стар, в отличие от пчеломатки Кристал с ее потребительскими наклонностями. У Стар дома, несмотря на бедственное финансовое положение, есть собаки, рыбки, фото животных. Она мечтает о домике именно на природе с кучей деревьев. Она спокойна с медведем. У нее на ноге тату с цветком. Она наслаждается величественными пасторами. Сама природа тоже тянется к ней, как в этом моменте с кузнечиком. Ключевыми моментами на мой взгляд является вот эта сцена, когда Стар спасает из воды пчелу, в которую она метафорическим образом ментально перерождается в конце, а также вынылнув из воды. Человек может уехать к любое место и своей родины, но не должен терять связь с родными местами, так же, как и не должен отрываться от природы, потому что человек и природа части единого целого. Честное Роуд-Муви наполнено символизмом и духом свободы, теплотой, а самое главное надеждой. Кому понравился недавний проект Флорида со своими мотельчиками и атмосферой, то смело можете ознакомиться и с американской милашкой. А на этом все. Если вам понравился такой формат краткого обзора фильма, то поддержите видео лайком и подпиской на канал. Засим все и разрешите откланяться.